Тут есть бабочка, ремень, туфли, то есть полная комплектация, полный фарш. А еще документы, теплые вещи, аптечку, флешку и телефон. Конечно, взять с собой талисман, значок с портретом Владимира Маяковского. И портфолио, на всякий случай. Список фестивалей, на которых был Александр, впечатляет. Эльфийские игры, селя, стабрида. Вот он на одной фотографии с президентом Владимиром Путиным. Однако Александр уверен, что Всемирный фестиваль молодежи будет самым незабываемым. Это молодежное событие, самое масштабное, самое грандиозное. Но хотя бы потому, что у него великая история. Хотя бы потому, что об этом знает весь мир. Тот опыт, те впечатления, которые я получу, я, наверное, не забуду никогда. Всемирный фестиваль молодежи 1957 года в Москве называют самым грандиозным в истории. На него прибыли 34 тысячи человек из 130 стран мира. Фестиваль в Сочи обещает быть не менее впечатляющим. 20 тысяч человек и 180 стран. Из Астрахани отправится настоящая делегация. Более 200 человек. На них выделили спецрейс. Студенты, театралы, певцы, спортсмены, общественники. Самый цвет региона. Все они прошли строгий отбор. Анкетирование, тестирование и собеседование. Вообще здорово, что вот эти все ребята, в том числе я, нас 216 человек в фиолетовых курточках. Мы едем в Сочи, мы представляем Астрахань. Мы обязательно покажем себя хорошо. У нас все будут свои площадки. Мы будем стараться. Наш город не опозорим. Наоборот, покажем, какие астраханцы умные, креативные, веселые и спортивные. В течение восьми дней они будут принимать участие в обсуждении глобальных вопросов. Культуры, спорта, глобализации, экономики и политики. У Дении своя маленькая мечта. Она хочет попасть на лекцию Ника Вуйчича. Он тоже будет гостем фестиваля. В результате генетической аномалии Вуйчич родился без рук и без ног. Но это не помешало ему быть успешным и стать одним из самых вдохновляющих примеров. Безусловно, это просто гений мотивации, нереальный человек, на лекцию которого я очень хочу попасть. Он ломает стереотипы. И это круто. Также на фестивале прибудут генеральный директор Всемирного фонда защиты дикой природы Марка Ламбертини, писатель Федерик Бигбедер, фигуристка Ирина Слуцкая. А главное, астраханцы смогут пообщаться с представителями разных стран и заново открыть для них Россию. Мы хотим влюбить наших соседей, наших друзей, чтобы они еще больше полюбили нашу Россию. Чтобы они знали, какие здесь люди приветливые, какая у нас молодежь приветливая. Поэтому мы ждем с нетерпением встречи с нашими товарищами по цеху. И, конечно, участники надеются, гости вновь вернутся в Россию. Уже не на Черноморское побережье, а к нам в Астрахань. Но это все потом. А пока Сочи ждет. Мы приедем в Сочи! Наталья Фомина, Игорь Нефиденко, Руслан Асанов, Центр новостей.